Впервые в истории Черноморского флота и Южного военного округа 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты будет вручена полковая чаша Министерства обороны России. Это первый в новейшей истории страны знак воинской доблести. 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты 14 раз объявляли передовым соединением военно-морского флота. При выполнении боевых задач личный состав демонстрировал высокий профессионализм. Действовал самоотверженно, часто рискуя собственными жизнями. Заместитель министра обороны Российской Федерации Андрей Картополов благодарит защитников Родины за мужество, отвагу и самоотверженность. 150 военнослужащих бригады награждены государственными наградами и знаками отличия Минобороны за борьбу с международным терроризмом. В 2016 году бригада награждена орденом Жукова, а в 2018 году указом президента России ей присвоено почетное наименование «Гвардейская». Теперь воинская часть получила еще один знак воинской доблести – полковую чашу. Чаша – это символ единения, символ, подчеркивающий братство всего воинского коллектива, нацеленное на выполнение главной и священной задачи – это выполнение воинского долга. Вот это, в общем-то, чаша и символизирует. И мы считаем, что эта традиция должна получить продолжение. Но заслужить чашу надо очень сильно постараться. Полковую чашу вручают воинским частям за высокие показатели в боевой подготовке, освоении новых образцов вооружения, инициативу, проявленное мастерство при выполнении боевых и учебных задач. Первая полковая чаша была вручена в ноябре 2018 года 112-й ракетной бригаде Западного военного округа – единственному семиорденоносному соединению вооруженных сил. Военнослужащие бригады неоднократно делом доказывали, что они по праву являются гордостью флота. На полевых выходах и боевой службе, в ходе учений и маневров, решая специальные задачи по борьбе с международным терроризмом, мы всегда оставались верны девизу черных беретов. Там, где мы, там победа. Морпехов Черноморского флота поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев и председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Мы вам низко кланимся и очень благодарны за 2014 год, за то, как защитили вы Крым и город-герой Севастополь. Спасибо вам за тот высокий ратный службу, долг, который вы исполнили и в горячих точках планеты, куда вас посылала Родина, куда вас посылало наше командование. Конечно, мы желаем прежде всего всегда возвращаться домой. Правительство Севастополя совместно с законодательным собранием города будет делать все возможное, чтобы решать материально-технические, бытовые сложности личного состава и ваших семей. Еще раз поздравляю вас с высокой оценкой командования и желаю вам сегодня и всегда быть на высоте. Собравшуюся вспомнили товарищей, павших при исполнении воинского долга. Красные гвоздики легли к памятнику погибшим морским пехотинцам.